Все очень прошло в постоянных опасениях, что накопившееся у людей недовольство, оно выльется, выльется на улице. И вот на уходящей неделе мы с вами увидели первые митинги. Ведь еще даже не принят бюджет, где планируют грандиозные сокращения социальных выплат. И вот обратите внимание, Майдан нас с вами изменил. Люди не верят обещаниям, и люди сейчас действуют очень решительно. Ну, к примеру, вот сразу перекрывали дороги, и не где-нибудь, а просто возле кабмина. Движения около здания правительства перекрывали транспортники. Мол, терпеть больше не собираются, ведь им задолжали зарплату за три месяца. Платили, ну, представьте, по 100-200 гривен раз в две недели. Долгов насобиралось аж на 93 миллиона гривен. В знак протеста столичные водители трамваев даже на работу не вышли. И транспортного коллапса в Киеве удалось избежать только потому, что власти экстренно выпускали на линии дополнительный транспорт. Чуть раньше Рушевского перекрывали те, кто взял жилье в кредит, и теперь не в состоянии платить по долгам из-за выросшего курса. Это так называемый финансовый Майдан. Вот вы видите эти кадры. Люди настроены очень решительно. Есть даже те, кто шины под парламент приносил. Они брали кредиты, когда доллар был еще по пять, и теперь, когда он вырос уже до отметки 20, а то и больше, не смогут рассчитаться с долгами, даже если свои квартиры продадут, стоимость которых выплатили. Выплатили уже несколько раз. Ну, в общем-то, хватало и других акций. Вот вы видите, вкладчики на этой неделе штурмовали главный офис своего банка. Мол, иначе, как в мегафон, до тех, кто не отдает им депозиты, не докричатся. Ну, а студенты? Студенты накануне перепрыгивали через турникеты в метро. Предупредительная акция. Мол, платить вдвое дороже, 4 гривны вместо двух, они уже просто не смогут. А уже послезавтра студенты планируют протестовать по всей Украине против отмены стипендий и подорожания проезда.